Николай Соболев будет на GTA 5 RP, ну, если хотите это узнать, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP, вся дополнительная информация в описании. Но перед началом данного видеоролика Arizona, роли PlayFenix IP, а также мой никнейм Данте Коннер находятся в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, поэтому, если вам интересны всякие там, знаете ли, инсайды или названия самп-обзора, вы хотите узнавать быстрее всех и первее всех, то обязательно туда переходите, подписывайтесь, там уже более 110-115, возможно, после выкладки данного видеоролика уже будет больше 120 человек, поэтому заходите туда и ознакомьтесь со всей информацией именно там. Николай Соболев достаточно противоречивая фигура, ведь 18 апреля 2020 года Дису Сони Мармеладовой на Николая Соболева будет уже целых два года. И вот, если бы за эти два года ничего не произошло, как бы, с Николаем Соболевым, то, ну, было бы еще, знаете ли, более-менее нормально. Однако, произошло много всяких вещей. И не так давно, ну, как не так давно, тоже около, там, 2018-го, возможно, это было в 2017-м году, я точно не помню, Аризона Ролиплей купила себе также Николая Соболева для обзора обновления. И стоит признать, что тогда к нему относились более-менее нормально, то есть, ну, каких-то больших зашкваров за ним замечено не было. По типу, знаете, там, вот парки-то так неплохо поменялись при Собянине, и вообще, как бы, на парках можно неплохо погулять. В парках, самое главное, можно неплохо погулять. То есть, ничего замечено за ним вот такого не было. Однако, потом, как бы, все это вскрылось, все это обнаружилось на Николая Соболева, потом выходило большое количество разнообразных видеороликов, опять же, такие, не сказать, что сильно разоблачительных, просто иногда троллищих его, иногда действительно что-то разоблачающих от того же Стаса, и как просто. Но вот сейчас непонятно вообще, что там с этим самым Николаем Соболевым. Ролики достаточно скучные, а неинтересно, вот только в такой, знаете ли, реакции, или в чем-то подобном от Стаса, и как просто, можно более-менее это как-то просматривать. А вот так чисто нет. И то есть, Николай Соболев для многих адекватных людей, он, ну, закономерно сказать, умер. И ничего из себя такого интересного не представляет. Я не знаю, кто из вас, возможно, или из каких-то других людей, или даже из тех же самых самперов. Хотя, вот про самперов я бы вообще, как бы, ничего такого не говорил, потому что они способны на все. Самперы, в самом деле, способны на все. То есть, игроки в GTA Samp, они вот прям, ну, они все могут. Они могут, там, я не знаю, человека убить явно, то есть, там, ролики задизлайкать. Поэтому эти ребята, они достаточно, как бы, ну, опасные. А вот GTA Samp, ютуберы, они еще опаснее. Они могут, там, знаете, и маме написать, и, соответственно, ну, к шараге, допустим, подъехать. То есть, если вы не понимаете, о чем я, то настоятельно рекомендую посмотреть самп-обзор страйку по г.ютубу. Там все это будет наглядно показано. Так вот, в скором времени GTA 5 RP, это, типа, какая-то самповская резона в сфере GTA 5 RP серверов. То есть, там, у них что-то, по-моему, то ли 6, то ли 7 серверов. И так как на GTA 5 RP, типа, слотов можно сделать больше, чем в GTA Samp, там, что-то 1300 слотов можно сделать. То GTA 5 RP, насколько я понимаю, имеет 10 тысяч онлайна. И вот, в скором времени у них должен открываться их новый проект, новый сервер. В название мы сейчас углубляться не будем, потому что это, ну, в любом случае, ничего нам не даст. То есть, что там, это название и название. Ну, ничего от этого такого нет. Однако, нужно же сделать какую-то промо-компанию, промо-акцию всего этого. И данные чуваки с GTA 5 RP, с самого популярного, знаете ли так, проекта в GTA 5, на котором я, кстати, уже удостоился чести поиграть. Как бы, ну, во-первых, у меня достаточно сильно лагало на этапе загрузки моделек. Вот, что я могу сказать. А также, ну, как бы, что я еще могу сказать. Ну, как бы так рассказать-то вам, да. А потом, когда я уже зашел, когда я уже зарегистрировался. То есть, ну, вот, как бы помягче сказать, да. Там очередь, блядь. Там нахуй очередь в человек 300, блядь. Который двигается со скоростью, там, я не знаю, 10 человек в полторы минуты, возможно. И ты сидишь такой, охуеваешь. Типа, это чё, блядь, это катка в доту грузится? Или я в GTA 5 RP зашел? Пой, я чё, блядь. В Советском Союзе опять живу. А хуй ли тут все так хуёво-то, если я, блядь, в Советском Союзе живу, блядь. Почему я должен какую-то очередь ебучую выстаивать? Чё это за залупа вообще, блядь? Вы мне расскажите, ну, чё это за хуйня? Вот, значит, ну, ладно, это мы опустим. То есть, чуваки решили открыть новый сервер. И вот промо-компании, промо-акции сделать, типа, ролик от Николая Соболева. Я, конечно, всё понимаю, но именно этого я не понимаю. Вроде бы и не донат машина, и скиновым бомжей вроде как нет. Но вот Николай Соболев, ну вот что, вы серьёзно вот это вот? Или вы издеваетесь надо, вот специально надо мной, над Данилом Гиром? Вы издеваетесь, да, блядь? Сука. В 2020 году ролик от Николая Соболева. Нет, я как бы ничего такого не говорю, разумеется, что приглашать каких-то таких, знаете, звёзд, знаменитостей, вот всех-всех-всех прочих людей для каких-нибудь, там, я не знаю, обзоров, обновлений в Сампе или представления новых серверов на GTA 5 RP, там, да, это, типа, всегда хорошо. Но серьёзно, Николай Соболев, он, во-первых, наверное, запросил, блядь, миллиарды, а во-вторых, он, ну, скажем так, ну, не особо к нему лояльна аудитория, да, и, то есть, кого можно увидеть, удивить Николаем Соболевым? Вот пригласили бы какого-нибудь рэпера, там, да, за мая, там, я не знаю, славу КПСС, группу ежемесячная, да, то есть, чтобы они представили обновление, было бы и смешно, и интересно, и хайпово, потому что ребята неоднозначные, и было бы, вообще, знаете ли, очень даже хорошо, то есть, ну, я не знаю, можно было позвать, там, ну, много всяких людей есть, барона геймкорона сопредставить обновление, вот это, или открытие проекта, типа, ну, это же, это хоть как было бы получше, чем вот то, что получилось с Николаем Соболевым, потому что я посмотрел, и, типа, ну, ну, серьезно, блядь, че это такое, типа, ладно, в общем-то, вы можете, однако, оставить свое мнение по данному поводу в комментариях, а если комментарий будет больше четырех слов, то я его даже прочитаю, а это, так сказать, замечательно, потому что ГТА сам ютубер вообще, они, знаете ли, хуй, болт, прям, дик, такой большой дик болт, болтяру ложили на всю вот эту вот хуйню, по типу читать комментарии, отвечать на них, возможно, сердечки, кстати, не чисто на отъебись там эти сердечки ставят, а вы думаете, что они что-то читают, им вообще абсолютно точно поебать, поэтому всем спасибо за просмотр данного видеоролика, IP Arizona Roleplay Phoenix, а также мой никнейм Данте Коннор, а также ссылочка на мой телеграм-канал, все это находится в описании данного видеоролика, выражайте свое мнение в комментариях, ну, а всем до завтра в 20.00, увидимся тут же, как бы, да, в то же самое время. Субтитры сделал DimaTorzok